Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас видеоролик, связанный с фототехникой отечественного советского производства. Будем рассматривать комплект фотоснайпер. Вот такой комплект не достался в таком вот состоянии, в принципе приличный, но не полный комплект. Нету кейса и нету резиновой бленды в комплекте, но рассмотрим вот в таком состоянии. Я данный комплект приобрел на авито, цена на которую была 6000 рублей. Сторговался до 4500. Бывший владелец доставил мне скидочку. Спасибо ей большое, Александре Павлой. Мама, которая занимала в свое время фото делом очень серьезно, была известна фотографом в городе Каменскворецк. Данный комплект состоит из трех фотофильтров разных цветов. Объектив TAIR 3S. Крышечка. Что хочется рассказать об этом объективе. Посмотрим вот на циферки. Здесь уже написано, что сделано не в СССР, а в России. Почему так? Вот первые две циферки обозначают год выпуска. 99-й год уже в СССР не было в то время, да? Сами знаете. Данные комплекты, если не врет интернет, выпускались до 2005 года еще и больше не выпускаются. У данного объектива фокусное расстояние 300 миллиметров. По конструкции рассказать, что можно. Вот это колесико, оно регулирует фокус, резкость. Соответственно, можно вот здесь вот циферка 3, это минимальное расстояние до объекта. Только при этом, если у вас расстояние будет меньше, 3 метров, вы не сможете сфокусировать. Не будет четкое изображение на объекте. И максимальное расстояние это 80 метров и бесконечность. Также у объектива диафрагма, я делаю ее. Диафрагма, она с затвором. Такой затворчик есть, вы пока не взведете его. Нужную вам диафрагму вы не выставите. Вот циферки, какую диафрагму мы выставить можно. От 4,5 до 22. Устанавливаем диафрагму. И у нас сводится затвор. Снизу вот такая есть планочка. Еще раз взвели. Установили диафрагму, например, 11. Нажимаете. Еще раз взведу. Покажу вам, как это работает. Это для чего делается затвор? Сразу диафрагма не устанавливается. Та, которая нужна. Для чего это нужно? Когда вы наводите на объект. Хочете сфокусироваться. У вас она максимально открыта. Когда вы сфокусировались, вы нажимаете на курок. И у вас диафрагма до нужного вам размера закрывается. И потом у вас срабатывает затвор на фотоаппарате. Еще раз взвели. Еще раз установили. 4 и 5 поставим сейчас. Вот. Нажимаем. Вот она максимальная. Открыто. Еще раз взведем. Что надо? Диафрагму на 22. Вот она закрывается. И нажать. Вау. Так, дальше. Про комплект расскажу. Этот комплект комплектовался фотоаппаратом Zenith 122S. Этот фотоаппарат специально предназначен для этого фоторужья. так как у него затвор срабатывает. Здесь есть такая кнопочка специальная. При нажатии этой кнопки. Затвор. Сейчас, секундочку. У нас срабатывает затвор. У обычного фотоаппарата на этом месте только срабатывает затвор от этой кнопочки, которая сверху у нас. есть. На данном фотоаппарате тоже есть кнопка затвора. Вот она. Вот. В принципе. Работу фотоаппарата не буду рассказывать. В принципе его. Сейчас откроем. Посмотрим, как он. Правильно работает у нас или нет. Вот такая шторка у нас здесь. Тканевая. Нажимаем. Она срабатывает. Как можно проверить, что у вас фотопленка не будет засвечиваться. Потому что у старых фотоаппаратов обычно ткани вот эта она расслаивается и свет пропускает. надо просто посмотреть насквозь на свет вот и поглядеть, просвечивает она или нет. Тогда вы убедитесь в том, что вы поставите пленку и у вас пленка не засветится. Вот. Вот. Также вот есть такой цевьё с прикладом. Он отдельно она прикручивается, вставляется. Сейчас мы его соберём, посмотрим. Сразу покажу, пока объектив не стоит на месте с фотоаппаратом, как это всё здесь работает. Нажимая на курочек, вот здесь курок нажимаю, вот здесь выходит штырёк. В первую очередь срабатывает диафрагма до нужной установленной диафрагмы. А потом уже вот здесь вот штырёчек выходит дальше. Срабатывает затвор на фотоаппарате. Это всё настраивается и он разбирается. Внутри можно вот эту высоту и срабатывание правильно. В первую очередь диафрагма срабатывает сначала, а потом уже на фотоаппарате затвор. Сейчас попробуем его собрать, посмотреть как это в собранном виде выглядит. на фотоаппарате. Прикручиваем фотоаппарат к объективу. Резьба N42. Вот мы провернули его. Потом ставим на направляющий. и наворачиваем. Вот такая техника. ещё хочу сказать, что на отечественных объективах нет как на современных цифровых зеркальных фотоаппаратах стабилизации изображения на объективе электронной. Необходимо, если вы фотографируете объект с большого расстояния, вам необходимо устойчиво держать фотоаппарат в руках, уперев плечо прикладом, либо с колена как-то вам удобнее, потому что, чтобы не было размытое изображение. Сейчас попробуем как это всё в комплекте работать. Сначала мы взводим диафрагму, устанавливаем её до нужного нам. Взводим платформ на фотоаппарате. Наводим фокус, резкость на объект. Нажимаем на курок. Сначала срабатывает диафрагма. Видите, она открылась до нужного нам параметра. Дальше нажимаем, срабатывает затвор у фотоаппарата. Вот так эта вся система работает. Вот такие штучки. В фотоаппарате тоже есть много цифр. И первые две цифры тоже показывают, что фотоаппарат был выпущен в 1999 году. Полностью комплект в одно время выпускался, собирался. Вот такой вот риоритетный комплект. В своё время, я думаю, он стоил очень много денег. И не каждый себе мог позволить снимать таким фотоаппаратом. Так как обычные фотоаппараты Zenith стоили от 90 до 200 рублей. Это целая зарплата. Думаю, этот комплект фразы стоил дороже. Показываю вам, как накручивается. Фотофильтры могут заменить. Ещё хочу сказать один нюанс у этого объектива. Надо обязательно использовать бленду. Жаль, что её не было в комплекте. Так как лепестки блестящие по диафрагме. Если вы будете в сторону солнца фотографировать. Солнце отражается. На этих лепестках свет на линзу и даёт блик. Обязательно нужна бленда. Было резиновое кольцо. И оно накручивалось вот такого размера. Резиновое, мягкое. Сюда накручивалось по резьбе. Вот и с производства. Спасибо за внимание. В следующем видео я покажу, как данный комплект переделать на современный зеркальный цифровой фотоаппарат. Так как данный фотоаппарат уже просто использовать. Сами понимаете, смысл нет. Надо искать, где напечатать плёнку. Проявить, где напечатать фотографии. Очень сложно на данный момент. До свидания. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok